Я хочу вас проинформировать о той работе, которая на сегодняшний день проводится в субъектах Уральского федерального округа, у нас их шесть, именно по сохранению нематериального культурного наследия, формированию, ведению региональных реестров. Мною был проведен достаточно такой объемный мониторинг работы в каждом субъекте, везде, скажем так, работа ведется немного по-разному и на законодательном уровне, ну и в учреждениях. Ну и начну я с более северной территории Уральского федерального округа, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Законодательные документы регионального уровня, которые приняты и действуют на сегодняшний день в ЯНАО, определяющие вектор работы по нематериальному культурному наследию, у нас следующие. Они представлены на слайде. Самое главное, что в ЯНАО принят закон о культуре, ну законы о культуре есть в каждом субъекте. Я хочу пояснить, что на сегодняшний день в законе о культуре именно Ямало-Ненецкого автономного округа одна из приоритетных задач – это создание условий для сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории автономного округа. Вот это такой документ, который, скажем так, является основополагающим для субъекта и выстраивает вот эту дальнейшую работу. Ну, дальше вы все видите, есть еще такой закон о фольклоре коренных малочисленных народов Севера. Ну и уже другие документы последующие, они приняты конкретно в учреждении, которое определено и которое ведет в этом направлении, скажем так, является, вернее, центром методическим по проведению вот такой вот деятельности. Ну и в соответствии с уже указанными документами определено учреждение, это Государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, окружной центр национальных культур. В 2007 году учреждением принят локальный акт, это положение о фольклорном фонде. Фонд представляет совокупность фольклорных материалов по культуре малочисленных народов, проживающих на Ямале, имеющих научное и социально-культурно-историческое значение. Материалы специалистами фиксируются в различных форматах, рукописном, печатном варианте. Дальше это переходит уже в издательские проекты, монографии этнографов, краеведов и так далее. Общий объем фольклорного фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года в Янау составил 3628 фольклорных единиц. Мы немножко не путаем это с объектами, я постепенно подвожу вас именно к этой работе. Цель фонда понятна, в первую очередь это защита культурного разнообразия, реализации прав коренных малочисленных народов Севера, сохранение их самобытной культуры и развитие фольклорных традиций. Ну и задачи тоже есть на слайде, я не буду уже о них говорить. Один из способов пополнения фольклорного фонда фольклорной информации является организация, естественно, выездных экспедиций, компаний по сбору фольклоров, места традиционного проживания коренных малочисленных народов. Фольклорная информация собирается у носителей фольклора в полевых условиях во время экспедиции как специалистами непосредственно областного центра национальных культур, так и с привлечением специалистов из других субъектов. Вот здесь эта работа в сущности организована достаточно системно, ну и финансируется, соответственно. Вся информация, собранная в экспедициях, содержится в фонде, заносится по мере ее поступления, обрабатывается и уже формируются объекты нематериального культурного наследия. Они уже, скажем так, встают в каталог. Естественно, предварительно проводится работа, как это уже неоднократно говорилось и нашими лекторами предыдущими, работа проводится экспертным советом, где-то это экспертные комиссии. И вот я хочу показать, что в каталоге объекты формируются по следующей жанровой направленности. Вот она выглядит вот так. В принципе, это все видно. Вот по таким направлениям. Это и малые фольклорные жанры, хореография, народная пластика, вот так вот, да, народный театр, бытовые рассказы, обряды и ритуалы, традиционные верования, праздники и вокальное искусство. Информация заносится с обязательным переводом материалов в электронную форму. Структура каталога выстроена с учетом удобства при его использовании. Каталог состоит из четырех книг по культурам северных народов. То есть в данном случае каждый каталог – это культура какого-то одного народа. Это ненцы, ханты, селькупы и коми-зыряне. Каталог ведется с 2014 года в субъекте. Название каждого фольклорного произведения представлено на родном и на русском языках. То есть на двух языках. И, конечно же, имя информанта и так далее, все, что положено. То есть, в принципе, описание объекта в ЕНАУ проходит также по стандартной вот этой вот анкете, про которую уже говорила Наталья Евгеньевна. Или мы еще паспорт это вот называем объектом. Фольклорные материалы, которые содержатся в фонде, обязательно оцифровываются. Ведут работу, опять же, здесь сотрудники даже и такую какую-то организационную, документационную. Это сотрудники отдела сохранения и развития народной культуры, учреждения, которые я уже выше озвучила. Ну и экспертный совет ежегодно формирует вот этот список объектов, дорабатывает его со специалистами в плане именно уже, скажем так, его преобразования в такой вот уже более правильный вариант объекта его описания. Оцифрованные фольклорные материалы размещаются, мы сейчас зайдем на сайте учреждения в открытом доступе, в разделе, давайте зайдем, я вас попрошу, зайдите. В разделе фонд фольклорных материалов, в принципе, любой из вас может зайти, посмотреть, познакомиться конкретно с этой работой, с теми материалами, которые на сегодняшний день есть. Вот как раз фонд фольклорных материалов мы видим. Ну давайте зайдем в любой раздел. Здесь на самом деле собраны не только объекты, здесь есть и издательские проекты, то есть вот немножко такая всякая сборная информация, вот таким вот образом она пока аккумулируется на сайте Кружного центра национальных культур. Ну и на сегодняшний день там уже была информация озвучена, три объекта включены в региональный каталог, то есть работа проводится серьезно и, скажем так, не так быстро и не так много объектов включаются в этот региональный каталог. Количественный состав и перечень объектов в территориях, ну вот тут опять не объектов, вернее фольклорных единиц выглядит, вот можно следующий слайд следующим образом. На 1 января 2020 года я уже озвучила общую цифру единиц и теперь вот по народам так, как это выглядит. Вот в таком объеме. Ну вот это информация о работе в Ямало-Ненецком автономном округе и мы переходим к опыту работы в Ханты-Мансийском автономном округе. И здесь также представлены нормативные документы, опять же вот есть принят закон и о фольклоре коренных малочисленных народов севера в 2003 еще году. Есть постановление правительства, которое работает с 2013 года прямо о реестре объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа. Ну и приказ уже Департамента культуры ХМАО о создании реестра и им же утвержден состав экспертного совета, который работает в Ханты-Мансийском автономном округе. Ну и в соответствии с вышеуказанными документами ведется вот такая комплексная работа. Значит, определено учреждение, это окружной дом народного творчества. Я думаю, что многие знакомы с работой этого государственного учреждения. И в учреждении деятельность, следующий слайд можно, по описанию объектов НКН осуществляют 4 сотрудника. Я их вот прямо вывела на слайд. Вы его знаете для чего? По сути дела это вот практически отдел, его возглавляет заведующий отдел национальных культур. А остальные специалисты, это руководители клубных формирований, но имеющие, конечно же, очень хороший опыт и образование, статус, я бы так сказала, в этом направлении деятельности. Значит, я уже сказала, что создан экспертный совет. В него входит 19 специалистов, это самый большой из всех субъектов, экспертный совет. Здесь его возглавляет директор департамента культуры Канты-Мансийского автономного округа Латыпов Артур Альбертович. Ну и далее пошли или руководители государственных учреждений, работающие в этом направлении, или это, например, кандидаты исторических наук, профессора, это этнографы, это музыковиды. То есть состав такой очень достаточно широкий, специалисты и по народным художественным промыслам. Вот в таком ключе и работает у нас экспертный совет Ханты-Мансийска. Ну, кому-то, если сильно интересно, могу потом, в принципе, вам поподробнее рассказать именно о составе экспертов. Это тоже очень важно, на самом деле, чтобы экспертный совет, вот он был такой действительно большой по масштабам, в связи с тем, что у нас направлений очень много, которые мы можем брать в работу. И тут важно, чтобы действительно вот такие экспертные заключения, вот эта вот работа, она действительно проводилась с очень многих точек зрения именно на профессиональном уровне. Электронный ресурс также существует. Давайте следующий слайд откроем. Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа. Вот он есть, давайте мы тоже туда зайдем, немножко посмотрим. Тут есть информация об экспертном совете. Давайте зайдем в раздел объекты сразу же. И празднично-обрядовую культуру, которая к нам ближе. И в обряды мы попробуем зайти, допустим. Ну и откройте прямо вот один из обрядов, любой. Да, вот и чуть-чуть давайте пролистаем. То есть как он выглядит, в сущности, вот Наталья Евгеньевна тоже показывала, да, на других уже электронных других каталогах. То есть это описание. Тут есть даже место бытования, допустим, этого объекта. Вот так вот оно вложено. Ну и отсылки к различным источникам. Реестр объектов нематериального культурного наследия создан в Ханты-Мансийском автономном округе. Также с целью сохранения, развития и популяризации культуры, в первую очередь, малочисленных народов этого субъекта. Формируется он вот по направлениям, которые указаны ниже. Устное народное творчество, исполнительские искусства, праздничная обрядовая культура, техники и технологии. Формируется заседание экспертного совета, ну такой организационный аспект, два раза в год, согласно регламенту, который утвержден в субъекте. И по результатам проведенной экспертизы каждого объекта выносится заключение. Проводится дальнейшая работа уже совместно специалистов и экспертов для того, чтобы все-таки объект доработать. Рекомендации о признании объектов эксперты дают согласно критериям. Следующий можно слайд? Давайте посмотрим, как у нас эксперты, по каким направлениям объекты оценивают. Это историческая значимость для жителей субъекта, это культурная значимость. Ну вот такие формулировки. Уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность. Вот критерии экспертного совета Фантемансийский. Ну и, конечно же, полностью исследователями проводится комплексное документирование каждого объекта, согласно, опять же, традиционной, стандартной для всех нас анкеты паспорта. Ну и на основании приказа Департамента культуры Фантемансийского автономного округа утвержденные объекты Югры вносятся в электронный реестр объектов нематериального культурного наследия. И вот в 2017 году был введен новый раздел в этот реестр носителей, исполнителей и мастера фольклора коренных малочисленных народов. Также хочу отметить, что в Хантемансийске введение реестра объектов НКН является мероприятием проекта «Цифровая культура». Это нацпроект «Культура» у нас, который направлен на обеспечение широкого внедрения цифровых технологий, ну так как ведется электронный каталог. И на, можно следующий слайд, на 1 сентября 2020 года нематериальным наследием Ханты-Мансийска признано 63 объекта. Вот по тем направлениям, которые я озвучила раньше, это выглядит вот так. Объекты народа Ханты, их 49, это если я сейчас эти объекты перевожу опять по народам, по Манси их 9, объекты лесных ненцев 2 и комейжемцев 1, и еще русские переселенцы тоже 1 объект. В настоящее время мастерами фольклора коренных малочисленных народов Севера признаны 18 представителей народов Ханты, манси, лесные ненцы и исполнители фольклора коренных малочисленных народов Севера, а также 1 носитель фольклора коренных малочисленных народов Севера. Ну и на муниципальном уровне это охват идет, сейчас скажу вам, 7 территорий, муниципальных территорий Ханты-Мансийска. Вот именно в обследовании и описании именно уже готовых объектов, это 7 территорий. Ну вот так выглядит работа в Ханты-Мансийске, и мы переходим к опыту работы в Челябинской области. Здесь у нас деятельность по сохранению и описанию объектов нематериального культурного наследия, ну и введение реестра в Челябинской области. Осуществляет областное государственное бюджетное учреждение культуры Челябинский государственный центр народного творчества. На базе учреждения создана рабочая группа, ее возглавляет методист отдела народных художественных промыслов и ремесел. И наличие законодательной базы в территории, я хочу сказать, ну, как бы сказать, этой базы пока нет. Ну, в сущности, такая же ситуация будет в Курганской области и Свердловской области. То есть на уровне субъекта, на уровне министерств культуры, департаментов культуры, не приняты документы на сегодняшний день, которые бы регламентировали системную работу в направлении описания объектов и введения реестра объектов нематериальной культуры. И вот на сегодняшний день у Челябинской области положение о едином реестре объектов нематериального культурного наследия Челябинской области находится в работе. То есть коллеги готовятся и, конечно же, очень хотят, чтобы вот все-таки это уже было все-таки на уровне вышестоящих органов власти, скажем так, понято, принято и уже работа в субъекте проходила более комплексно. Но, тем не менее, все равно создан экспертный совет по вопросам создания единого реестра объектов нематериального культурного наследия несколько лет назад. В состав совета входит 17 участников. Это также, как я и говорила в предыдущем варианте, это и руководители, специалисты государственных учреждений культуры, это профессора, преподаватели университетов. Мы знаем, у нас есть там Челябинский институт культуры и так далее, несколько организаций и этнографы, историки. В общем-то, вот в таком ключе, в таком формате создан, но пока не очень работает экспертный совет, насколько я понимаю. Ну и в Челябинской области, на самом деле, работа по фиксации и описанию нематериального культурного наследия, она, конечно же, проходила и в какой-то степени проводится и сейчас. Ну, так скажем так, она была приостановлена в 2012 году. На сегодняшний день в электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России, то есть федеральный, включен только один объект, это Нагайбакский обряд поминовения усопших, HBRU. Ну и в проекте еще один объект, это технология изготовления Нагайбакских тканых полотенец. Вот в таком ключе ведется работа. Я вот, знаете, тут есть интересная, уникальная практика такая у Челябинской области. Вот был вопрос у кого-то из слушателей по поводу, как привлекать молодежь, да, вот к этой работе. И вот Челябинская область проводит такой интересный областной свой конкурс детских исследовательских работ по этнографии «Уральская ослободка». Вот, и таким образом, с помощью даже вот, скажем так, такого молодого поколения осуществляется какая-то такая первостепенная исследовательская деятельность. Конечно, она требует потом доработки, но тем не менее, вот такой проект и есть в Челябинской области, и он работает. За что огромное спасибо коллегам. Ну, и на сегодняшний день специалистами описано вот два объекта. Один я уже назвала, который вошел в федеральный реестр, и второй – это еще на Гайбакский обряд проводов на службу в армии. Оба объекта 2011 года. Вот так выглядит работа в Челябинской у нас области. Ну, и мы переходим к опыту работы Курганской области. И в настоящее время здесь ситуация с законодательной базой точно такая же. Определено и ведет работу в данном направлении. Это государственное бюджетное учреждение культуры областной дом народного творчества, правоприемник Курганского областного центра народного творчества. Проводит работу отдел национальных культур народов за Уральем. А также у нас есть еще коллеги в Курганской области из города Шадринска. Это центр русской народной культуры, ВАД. И отдел фольклора и досуга населения также занимается этим направлением работы. Ну, вот на сегодняшний день в Курганской области действует только один приказ. Управление культуры Курганской области 2018 года, которым утвержден состав экспертного совета и рабочей группы по выявлению объектов НКН, а также формированию регионального электронного каталога объектов. И в составе совета 16 человек работает. Но я бы хотела сказать, что это не значит, что в Курганской области совершенно не велась исследовательская и собирательская работа. На самом деле, деятельность по сбору, фиксации, изучению и учету нематериального культурного наследия проводилась с 70-х годов еще XX века. И в настоящее время ведутся, скажем так, созданные ведутся два фонда. Это фольклор за Уралия, который содержит более 800 единиц хранения, и нематериальное культурное наследие при Есете около 350 единиц хранения. Разработано положение в фольклорно-этнографическом фонде. Но вот на сегодняшний день выявлено и описано 4 объекта, но федеральный реестр они также не включены. Но работа, понятно, приостановлена. Коллеги Кургана в первую очередь акцентировали внимание на отсутствие специалистов, ну и, конечно же, законодательные базы. Я думаю, что это, скажем так, немножко такая общая проблема для всех субъектов. Тюменская область у нас на сегодняшний день поддерживает, скажем так, нашу команду Челябинской и Курганской области в том плане, что законодательная база, да, не создана. И работа по описанию вот объектов системно, она в Тюменской области также не ведется. Я хочу лишь отметить, что в субъекте сохранением традиционных народных ремесел занимается на сегодняшний день Государственное автономное учреждение культуры. Это Тюменское музейно-просветительское объединение, но это комплекс, который не так давно был создан путем объединения нескольких учреждений. В разные годы этими учреждениями проводилась экспедиционная деятельность. Информацию можно как раз посмотреть на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Но там, конечно, не выложены объекты. Объекты в принципе там не описывались. Нет, там она скорее выглядит вот таким образом. Когда, в какие годы проходили экспедиции, по каким направлениям, и что, допустим, зафиксировано или собрано. Это где-то, это, конечно, в большинстве случаев, так как это музейные специалисты, это, конечно же, объекты материальной культуры, но где-то, если внимательно посмотреть, пролистать, скажем так, весь объем экспедиции, то специалистами также осуществлена и ряд записей, фиксация каких-то конкретных, например, технологий гончарного промысла, например, и так далее. То есть вот такая работа, она проводилась, она в фондах музейного объединения есть, но описанием и вот уже таким вот вопросом пока никто не занимается. Общалась я и с руководством этого учреждения. Ну и активную деятельность также в Тюменской области в данном направлении на протяжении многих лет ведет отдельно. Выделю это Демина Лилия Васильевна, декам факультета музыки театра и хореографии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Тюменский государственный институт культуры. Она культуролог, доцент и также руководитель культурного наследия Сибири Ростань. Это такой комплекс, это коммерческая организация, на самом деле, состоящая из фольклорного ансамбля, центра и школы народной культуры, которые ориентированы на сохранение и популяризацию фольклора. Но весь собранный и накопленный материал Ростань трансформируется на сегодняшний день в издательские проекты и благодаря которым и осуществляется вот такая своего рода сохранность нематериального культурного наследия на сегодняшний день в Тюменской области. Также проводятся работы, вот коллеги вставали, я так понимаю, как раз из числа специалистов, это отдельными этнографами, фольклористами по традиционной народной культуре, но которые на сегодняшний день немножко действуют разрозненно, я бы так сказала, и просто фиксируют, описывают какие-то вещи. Ну и в Федеральном реестре по Тюменской области нет включенных объектов. Ну и я подошла уже к опыту работы Свердловской области. Здесь я немножко подольше остановлюсь, потому что, ну скажем так, информации у нас, конечно, больше. Свердловская область в настоящее время проводит работу по сохранению и описанию объектов нематериального культурного наследия, осуществляет эту деятельность в соответствии с поручениями Министерства культуры Свердловской области, Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. У нас законодательные документы, регламентирующие порядок ведения регионального реестра ОНК Свердловской области, не приняты. Работа в данном направлении деятельности проводится только в соответствии с нормативно-распорядительной документацией Центра традиционной народной культуры. У нас работа проводится с 2012 года, создан приказ, которым утверждены и положения о едином реестре нематериального культурного наследия Свердловской области, положения и состав экспертного совета, куда входят представители Министерства культуры Свердловской области. Ну и вот мы работаем вот таким образом. Реестр создан, как и в других субъектах, в первую очередь в целях сохранения и уникальных явлений традиционной народной культуры, объектов нематериального культурного наследия, декларирования имеющихся в Свердловской области зафиксированных объектов, оптимизации возможностей поиска, отбора и систематизации навигации. Имеющиеся информации. Ну и, конечно же, использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа более широкого, скажем так, спектра граждан к культурным ценностям, независимо от их места проживания. Следующий слайд. Центр. Традиционная народная культура. Тут написано, в принципе, в этом направлении, как работает. У нас реестр на сегодняшний день включает сведения об объектах. По следующим направлениям дается характеристика объекта, ареал распространения, современное состояние объекта. Ну, это крупно очень взятые вот эти вот направления. Также утверждено и описание каждого объекта у нас ведется по анкете паспорту стандартной, которая есть и работает на уровне Российской Федерации. В реестре объекты НКН группируются по следующим пяти жанровым направлениям в соответствии с Генеральной конвенцией ЮНЕСКО. Это устные традиции, формы выражения, исполнительские искусства. Здесь песенна, танцевальные, инструментальные жанры. Народный театр, хореография. Также дальше это обычаи и обряды, знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной. Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. Здесь это традиционный костюм, традиционная кухня, исполнительские технологии. Ну, в сущности, все, что озвучивала как раз Наталья Евгеньевна. Экспертный совет, я уже сказала, состоит из представителей как Министерства культуры Свердловской области, специалистов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, членов Свердловского областного художественного экспертного совета по народным художественным промыслам и специалистов в сфере традиционной народной культуры Свердловской области. Работа по описанию объектов НКН проводится нашим учреждением в рамках государственного задания. Далеко не в каждом субъекте это именно заведено в государственное задание. Я хочу сказать коллегам из других субъектов, что в федеральном реестре работ для государственных учреждений, для культурно-досуговых учреждений, этой работы нет. Эта работа заведена в субъекте, ну, скажем так, проанализирована, доказана Министерству финансов, и вот таким образом мы завели эту работу в госзадание. И с 2012 года именно благодаря госзаданию мы выполняем описание объектов. Ну, на сегодняшний день это два объекта в год. Но хочу сказать, что на сегодняшний день у нас информация об объектах, она не выложена, потому что все-таки нет законодательных документов, и вот эта работа, она немножко, скажем так, ну, скажем так, просто вот она сжата на уровне работы одного учреждения, что не совсем, конечно, верно. Вот. Ну, я, можно следующий слайд? У нас описано на сегодняшний день 26 объектов, которые охватили 12, ой, 19 муниципальных образований Свердловской области, при общем их количестве у нас 94 муниципальных образования, вы все знаете. Вот это пример, это несколько объектов, которые вот просто уже описаны, подготовлены. Есть паспорт, анкета, есть материалы, фото, видео, аудио. Вот это вот, в принципе, вот в таком виде они выглядят. Тут есть у нас и свадебный обряд, например, Каменского района, и, кстати, есть и издательский проект как раз. То есть часть объектов, она у нас на сегодняшний день транслируется в наших издательских проектах. Хотя бы таким образом мы их можем вот показывать, скажем так, более широкому спектру специалистов. Ну, и тут, конечно, есть и традиционные народные промыслы, и ремесла Свердловской области. И хочу сказать, что на сегодняшний день Центр традиционной народной культуры в Свердловской области является крупнейшим исследовательским и методическим, и просветительским центром в сфере изучения и трансляции традиционной народной культуры. Осуществляет сотрудничество и мониторинг работы муниципальных образований Свердловской области по всем направлениям. И, конечно же, не могу не сказать о том, что то, что на сегодняшний день есть в фондах Центра, это работа не только нашего учреждения, которое, ну, Свердловчане знают, создано в 2011 году путем слияния двух учреждений, это Свердловский областной дом фольклора и Уральский центр народных промыслов и ремесел. Вот мы так соединились, и, естественно, фонды Свердловского областного дома фольклора, который проводил огромную работу до этого целых 20 лет, они тоже вот у нас воплощаются вот в эти замечательные объекты, которые на сегодняшний день есть и сформированы. Можно следующий слайд. Вот состав фонда, раз уж я о нем заговорила, он тут вот у нас представлен, на сегодняшний день он у нас вот в таком объеме выглядит. Ну и в числе экспедиции это, в первую очередь, изучение традиционной культуры различных этнических и субконфессиональных групп, таких как русские, старообрядцы, но очень много мы, конечно, старообрядческой культурой в свое время занимались. Также татар, башкир, нагайбаков, казаков из сетской линии Оренбургского казачьего войска. Это тут у нас и проходит изучение и культуры белорусов, самоходов, коми-пермяков, марийцев, украинцев, удмуртов и так далее. У нас население, мы все знаем, Свердловской области, оно огромное, 160 народов. Но все-таки мы ближе работаем с коренным населением, население, которое давно у нас в территории уже живет. В фондах, центрах хранятся материалы и по праздничной культуре, и по обрядам славянского народа, ну тюркских, я уже все это назвала тоже, по традиционным народным ремеслам, народной одежде, боевому искусству, казачьим традициям. Ну и фольклорные этнографические экспедиции центра у нас на сегодняшний день проходят в достаточно, я бы так сказала, активном темпе. В среднем в год мы проводим около 12 экспедиций в различные территории Свердловской области и близлежащие субъекты. Ну допустим, если это Оренбургское казачество, то это и Челябинское, и Оренбургское области, к примеру, вот таким вот образом. Ну если это татарская культура, то это может быть и Республика Татарстан, потому что в музеях и частных коллекциях Татарстана тоже есть ряд, скажем так, материалов, которые имеют отношение к Свердловской области. На сегодняшний день, если даже мы смотрим с 2011 года деятельность центра, то это более 100 экспедиций. Можно следующий слайд? Да, ну и вот я хотела на несколько слов сказать все-таки о таком электронном ресурсе, который у нас существует с 2012 года. Это у нас фольклорно-этнографический информационный ресурс по этнокультурному ландшафту территории, называется он «Этнокультурная карта», где отражены действительно и истории, и современное состояние этнических групп, традиционная культура, ее современное состояние, информация о мастерах народных промыслов и ремеселах, можно ниже ее, да, вот это наша основная главная страница, и ниже теперь опускаем, еще ниже. Вот этнокультурная карта, она интерактивна, то есть если мы нажимаем на какой-то, да, 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 ну вот можно, Ивдельский, да, например, район, то здесь у нас дальше вот структурирована она таким образом, есть исторические справки, информация о районе, но у нас недалеко не все еще заполнено в ней, мы, естественно, стараемся ее максимально уже завершить в работе, и уже только вносить в нее изменения. Здесь как раз, ну, по меньшей мере, жители Свердловской области, специалисты многочисленных культурно-досуговых учреждений, музеев, могут обращаться к этой информации. Я хочу сказать, что информация размещается достаточно достоверно, потому что специалисты или работают с музеями, используя исторические справки и так далее, со специалистами делаются запросы в различные учреждения, ведется работа с информантами. Вот, поэтому я думаю, что вот если еще кто не знал, то, уважаемые коллеги, обращайтесь к нашей этнокультурной карте, мы очень надеемся, что мы ее в скором будущем завершим в нашей работе, и уже это действительно будет такой тоже по-своему очень интересный, уникальный ресурс. Ну, и в завершении своего информационного доклада хочу сказать, что, уважаемые коллеги, конечно же, самобытная народная культура, это тот пласт и Урала, и других субъектов, это тот пласт российской культуры, который на сегодняшний день является для нас основополагающим, для нас, для наших будущих поколений. И благодарю вас всех, а тут действительно собран спектр специалистов, которые работают в этом направлении, и понимают необходимость этой работы, ее ценность, и то, насколько мы с вами качественно, профессионально будем подходить к этой работе, насколько мы будем с вами взаимодействовать, работать в диалоге с коллегами из федеральных учреждений, которые, ну, скажем так, профессионально и с опытом могут нам подсказать, я думаю, будет зависеть, скажем так, вот такой действительно объем исторической информации, который, конечно же, пригодится и будет помогать в будущем всем. Поэтому я нам всем желаю удачи. Пожалуйста, звоните, пишите. Я думаю, что я хотела раньше задать этот вопрос, но задам его сейчас, и Наталья Евгеньевна мне на него, наверное, ответит. Наталья Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот когда у меня вопрос возник, когда мы по структуре работали, вернее, рассказывали немножко о системной работе, да, вот именно в описании объектов. На сегодняшний день вы сказали, что экспертный совет создан. Вот коллеги, которые работают в субъектах, да, вот экспертные советы. Допустим, сформирован объект, да, мы с вами разговаривали о том, что когда поступают объекты, да, есть какие-то недочеты, надо дорабатывать, что-то люди не понимают. Насколько эксперты на сегодняшний день готовы консультировать, скажем так, допустим, тех же представителей, ну, это может быть председатель экспертного совета субъекта или еще кто-то, да, вот, скажем так, который бы мог действительно проконсультироваться и понять, в какой траектории двигаться в работе. Сектор нематериально-культурного наследия, собственно, для этого и создавался, что если вы обращаетесь туда, да, вот, например, Варвара Евгеньевна Добровольская, в частности, ну, как сказать, ну, или вообще в Дом народного творчества, туда направят к ней, как бы, и там уже в зависимости от того, какой объект и какие с ним вопросы, уже можно, как сказать, обращаться к кому-то из членов этого экспертного совета. Если это музыковический объект, например, русский, да, или какой-то, понятно, или, ну, это может быть Ольга Алексеевна Пашина, или вот так, если это какой-то другой, Оксана Эдуардовна, то есть уже мы будем просить членов экспертного совета оказать консультативную помощь или подсказать специалистов регионах, кто занимался этим вопросом, да, и, например, та же сама Варвара Евгеньевна может оказать помощь в смысле оформления, в смысле структурирования материала или редактура этого текста, то здесь уже вот индивидуально в порядке каждого этого, так на это и расчет. Вот кто сейчас сотрудничает, уже знает, что у нас вот есть ряд объектов, пока вся этот механизм крутится, работа-то идет, что вот люди ей присылают, дорабатывается, и у нас вот уже есть на выходе готовые, мы тоже ждем, какая будет форма, мы уже 20 раз многие переписали. Ну, насколько я понимаю, я разговаривала с мэрией Вахтанговной Русановой, буквально вот как раз тут в преддверии, когда мы готовились к семинару, да, и вопрос я ей задала, каким образом все-таки субъект направляет объект, да, уже на экспертный совет. В данном случае ответ был таким, что все равно описанный объект нематериального культурного наследия должен направляться от субъекта за подписью, ну, представителя, скажем так, допустим, Министерства культуры, ну, вот у нас в данном случае Свердловской области, то есть органа власти исполнительного, который отвечает за сферу культуры. Это когда он уже выходит официально на экспертизу, то, конечно, это уже тогда. Но пока он готовится, но пока он готовится, мы можем вот таким образом в диалоге с экспертами. Понятно, конечно. Да, заранее, чтобы потом уже... Чтобы он уже был красивый, хороший. Да, да, чтобы уже потом у членов экспертного совета и не было к нему, собственно, особенных вопросов. Конечно, всякое может быть, и, конечно, доработка предполагается, тем более, опять же, все течет, все изменяется. Но мне кажется, что вот эта вот работа до, она как раз очень даже закономерна. В всяком случае, мы же всегда так работали. Вот подавался объект, у нас в той базе, которая была, вообще существовало два критерия, и в этой, надеюсь, тоже будет. Это база кандидатов и база основная. То есть сначала заносится в базу кандидатов и обрабатывается, так сказать, доводится до кондиции. А потом уже переносится в основную базу, которая видна всем снаружи. И здесь, возможно, может быть, такая же будет система. Тогда вообще это проще. Тогда вы подаете как бы черновой. Ну, в общем, я не знаю, точно, конечно, будет, но потому что, действительно, с другой стороны, понимаете, официально, официально вы должны, как сказать, предоставить уже экспертами, заключенные, действительно, субъектом подтвержденные. А до того консультации необходимы, потому что начинка не получится. Ну, потому что, да, это сложно, это лишняя работа вам, экспертному совету при рассмотрении, это действительно лишняя работа. Лучше заранее подготовить работу. Все, спасибо большое. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.